Христос Продолжу говорить по теме свободы Господь мой и Бог наш, Иисус Христос Ты сущий Творец, неизменный в слове своем Мыслях, делах и воле, благой и попечительный наш Родитель Слава Тебе, спасибо Тебе за все, Господи, за всю любовь Твою к нам, ко всем проявляемую За то, что подаешь нам все потребное Для жизни, радости, веселья и благочестия Для возрастания по образу Твоему в подобие Твое Спасибо Тебе, Господи, за все Благослови эту трансляцию Устоговорящей, уши всех слушающих И блаженной руки всех печатающих Да прославишься Ты, сущий и неизменный В последнее время пришедший в плоти Господь мой и Бог наш И явивший нам имя свое, сущность свою, которая есть любовь Всеми Своими благодеяниями, даже до крестной жертвенной смерти Спасибо Тебе за нее Что открылись помышления многих сердец И мое сердце открыто Тебе, Господи Спасибо Тебе за нее, за эту жертву И да узрит всякая плоть, славу и величие Твое Но главное, божество Твое, воскресение Твое Ибо Ты, Отец, одно и жизнь имеешь в самом себе Только Ты, Господь мой, Бог наш Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Господь Иисус Христос, Бог, любовь Всегда здесь, сейчас, и вчера, и завтра Будет всегда посреди нас Продолжаем тему свободы И то мы, ну, темы все близкие Одна за другую цепляются И все они крутятся вокруг одного центра Бога любви И вот так о свободе в прошлом ролике я немножко поговорил Но в плане свободы выбора, да Это дар Божий А теперь мы просто конкретно поговорим В чем же эта свобода заключается И что же такое Ну, темы перекликаются в том плане Я еще хочу следующий ролик о грехе записать И опять будет смысл тот же самый Но все-таки разница есть И этот ролик такой будет переходной Я не удержался и все-таки Взял ноутбук И я вам сейчас просто зачитаю А потом своими словами Чтобы все-таки было похоже на огородную проповедь Да, вот Но хочу вам почитать все-таки И вы все это, конечно, знаете Я сейчас специально поворываю из контекста Потому что в любом случае Любые стихи практически это вырваны из контекста Я надеюсь, что вы сами любите Слово Христово Новый Завет читаете его Вникайте в него и в себя В себя прежде, а потом в него, конечно же Потому что Бог именно вам лично Как личности, как человеку Открывает ум к разумению Писания Надо помнить, что не книжка Не человек для книжки, а книжка для человека А то все, о, Библия, и все Всех аж затрясло Библия для человека, а не человек для Библии Это очень важно понять И вот начнем с Иакова Вы помните, как Иаков говорит Но кто вникнет в закон совершенный Закон совершенный Это пишет Иаков Тоже, скорее всего, фарисей с фарисеев Непорочный предзаконом Пишет в своем послании Двенадцатиколеном Израилевым И о каком законе, то он говорит Это иудей такой Как сказать-то правильно Маститый, да? Вот, наверное, так Таким был Иаков И он пишет Слова-то какие употребляет Закон совершенный Закон свободы Дальше мы прочитаем Он его будет называть Законом царским И прибудет в нем Кто вникнет И прибудет в нем Тот, будучи не слушателем забывчивым Но исполнителем дела Блажен будь в своем действии То есть Не только я уверовал во Христа И в любовь Но я и живу По плоти и по духу Исповедую Словом Христа Да, проповедую И живу Любовью к ближнему Тем я прославляю Отца Небесного Чем и словами Проповедую И делами Ибо тогда светит свет Ваш перед людьми Чтобы они видели Ваши добрые дела И прославляли Отца Вашего Небесного Господь говорит Отче, да пришел Сейчас прославиться Прославишься ты во мне Чем? Любовью Мы прославляем Добрыми делами любви К ближнему Господу И проповедуем его То же самое Сначала делами Потом еще Словами Ну бывает и наоборот Конечно Когда мы просто проповедуем Люди нас еще не знают И пишет Если вы исполняете Закон царский По Писанию Возлюби ближнюю Того Как самого себя Хорошо делайте Один закон Божий Один Одна заповедь Люби ближнего твоего Как самого себя Хорошо делайте Дальше читаем Вы помните прекрасно Что ни у Петра Ни у Иоанна Богослова Ни в самом Евангелии Господь Ни слова нет Ни о культах Ни о рабстве Никаким веществам Ни о рабстве Никаким людям А только один есть Одна заповедь Усовершится Богу В любви А это можно сделать Только в любви к ближнему Все Богу помните От нас Ничего не надо Ничего ровным счетом Павел в Римлянам пишет Любовь Да будет Какая Закон Люби ближнего Как самого себя Павел в Римлянам Пишет 12 глава Любовь да будет Непритворна Отвращайтесь от зла Прилептайтесь к добру Но это из псалма Кто знает Ветхий завет Его и Петр Любил цитировать Да все Естественно Кто знает Писание 33 по-моему Псалом Еще какой-то Там это повторяется Будьте Братолюбивы Друг друга С нежностью В почтительности Друг друга Предупреждайте В усердии Не ослабевайте Духом Пламенейте Господу Служите Утешайтесь Надеждой В скорбь Будьте Терпеливы В молитве Постоян В нуждах Святых Христиан Принимайте Участие Ревнуйте О страноприимстве Благословляйте Гонителей Ваших Благословляйте А не проклинайте Радуйтесь С радующими И плачьте С плачущими Будьте Еномыслны Между собой Не высоко Мудрствуйте Но последуйте Смиренным Не мечтайте О себе Никому Не воздавайте Злом за зло Напекитесь О добром Пред всеми Людьми Если возможно С вашей стороны Будьте В мире Со всеми Людьми Не мстите За себя Возлюбленные Но дайте Место Гневу Божьему Ибо написано У меня Отмещение Я вас Дам Говорит Господь Это Старозаконие И так Если враг Твой Голоден Накорми Его Если Жаждет Напой Его Ибо Дела Делая Так Ты Соберешь Ему На голову Горящие Угли Не будь Побежден Злом Но побеждай Зло Добром Всякая Душа Так Не оставайтесь Должными Никому Ничем Кроме Взаимной Любви Ибо Любящий Другого Исполнил Закон Ибо Заповеди Не прелюбодействуй Не убивай Ни крови Ни ржеследствуй Не пожелай Чужого Все другие Заключаются В одном Это Слове Люби Ближнего Твоего Как Самого Себя Любовь Не делает Ближнему Зла И так Любовь Есть Исполнение Закона Галатам Читаем Все вы Сыны Божьи Повели Во Христа Иисуса Все вы Во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Бог Послал В сердца Ваши Духа Сына Своего Приющего Авва Отчая Познав Бога Или получив Познание От Бога Для чего Возвращаетесь Опять К немощным И бедным Вещественным Началам И хотите Еще Снова Поработить Себя Им И так Стойте В свободе Которую Даровал Нам Христос И не подвергайтесь Опять Игу Рабства Вещественным Началам Мира И культа Вот я Павел Говорю Вам Если Вы обрезаете Не будет Вам никакой Пользы От Христа Но обрезывайтесь Законы Законы Любого Культа Еще Свидетельцы Всякому Человеку Обрезающему Что он Должен Исполнять Весь Закон Вы Оправдывающие Законом Остались Без Христа Отпали О благодати А мы Духом Ожидаем И надеемся Праведности От веры Да Ибо Во Христе Иисусе Христианство Не имеет силы Ни обрезан Ни обрезан Но вера Действующая Любовью Вы хорошо Шли Кто Остановил Вас Чтобы Вы не Покорялись Истине Такое Убеждение Не от Призывающего Вас То есть Не от Христа Малая Закваска Заквашивает Все Тесто Я Уверен На Вас Господи Что Вы не будете Мыслить Иначе А смущающий Вас Кто Бо Они Ни Был Понесет На себе Осуждение За что Же Гонят Меня Братья Если Я Теперь Проповедую Обрезание Так Соблаз Креста Прекратился Б Свободе Признаны Вы Братья Только Бо Свобода Ваша Не Была Поводом К угождению Плоти Но Любовью Друг Другу Служите Не В себя Суйте А По-другому Давайте Ибо Весь Закон В Одном Слове Заключается Люби Ближнего Твоего Как Самого Себя Если Вы Духом Водитесь То Вы Не Под Законом Плод Же Дух Любовь Радость Смерть Долготерпение Благость Милосердие Ведора Крот И Сверз Держание Таких Нет Закона Если Мы Живем Духом То По Духу Поступать Должны Желающий Хвалиться По Плоти Принуждает Вас Обрезываться Только Для Того Чтобы Не Быть Гонимыми За Крест Христов За Любовь Божию К Ближнему За Любовь Божию К Нам Проповедуемую И За Любовь Ближнему Ибо Крест Христов Нам Явил Господь Путь Своим Крестом А Я Не Желаю Хвалиться Только Крестом Господа Послание О Рабстве Человеком И Разделением Этим Я Павлов Я Кифов Я Это Я Хотел Вам Лишь Я Не Знаю Можно Еще Чуть Чуть Почитать Никто Не Хвались Человеками Ибо Все Ваше Так Сейчас Я Ну Мне Нравится Лишь Вот Этот Кусочек Уж Такой Как Концентрат Всего Призан Или Кто Обрезан Не Скрывайся В Коринфянам Он Подытоживает Так Скажем Четыре Главы Первые Прочитайте Там Все Об Это Призвали Кто Не Обрезан Не Обрезан Ничто И Не Обрезан Ничто Но Все В соблюдении Заповеди Божьих А Бог Есть Христос Каждый Оставайся В том Звании В котором Призван Рабом Ли Ты Призван Не Смущайся Но Если Сможешь Сделаться Свободным То Лучше Воспользуйся И Бараб Призванный В Господе Есть Свободный Господа Равны Призваны Свободными Есть Раб Христов Вы Куплены Дорогой Ценой Не Делайтесь Рабами Человеков В каком Звании Кто Призван Брать В таком Каждый Оставайся Пред Богом Ну Вот Я Вам Начитал Всего И Теперь Хочу Поговорить Бог Даровал Человеку Свободу От начала Творения Всего Рода Человеческого Естественно Так как Мы Все Являемся Представителями Эту рода Человеческого Естественно Это Свобода Выбора Добра И зла Есть У каждого И что Как мы Видим Бог От начала И И И Потом Христос Во плоти Его апостол Нам говорят Что закон Царский Один В мире Закон Божий Сам Бог Бытие Бог Есть Любовь По-детски Нам говорят Внешний Закон Божий Закон Царский Закон Свободный Но нам Иоанн Богослов Я вам не стал Зачитывать Я вам Специально Взял Эти вырезки О законе О свободе А понятно Что у Петра Иоанна Я даже читать Нечего Не стал Ничего Вам Приводить Потому что Там нет Таких Слов Там уже По-прямую Иоанн Богослов Говорит Бог Есть Любовь Все А уже Петр Вообще Не касается Этого Закона Я вам Специально Показал Даже Иакова И Павла Как двух Таких Представителей Культа Культа И который Сами О себе Свидетельствует Но об Акове Там все знают Что он был И по деянии Книга Мы видим Кто это был Такой Да Вот Предание Там о нем Есть Вот эта Свобода В чем Лишь в Одному Человек И вы помните Как что Все апостол Сам Господь Говорил В чем Только Свобода Чтобы свободной Вадуши Не было В угождении Плоть А что такое Плоть Когда я все В себя Пихаю Но любовью Друг другу Служите И должниками Мы остаемся Мы рабы Чьи Богу В каком Пламе И должники Мы только Друг другу В чем Павел Говорит Опять Вы слышали Я специально Все это Подназачитал Таким Сплошным Текстом Вот Ибо Вы помните Заповедь И Петра Наставления Как он говорил Наше дело Только одно Напоминать Слова Бывших Прежде пророков Вот она Одна В любви Ближнего Как самого Себя Все Нет другой Никакой Заповеди И Павел Пишет Не оставайтесь Должными Никому Ничем Кроме Взаимной Любви Любви Все Ни о чем Они больше Не пишут И вы знаете Вот Надо было Еще в римлянах Сначала Написать Как Павел Говорил Что мы Славу Нетленного Бога Превратили Во что Слава Его Это Любовь И мы Славу Которую Должны были Прославлять Бога Любовью Друг Другу А не так Как Я вам сейчас Слава Не она Богословую А не так Как Каин Который убил Авеля Ламех Который убил Отца И сына И взял Вторую жену Вот вам Все грехи Вот этот образ Павел Хорошо говорил Что люди Были Оставлены Вот там Дальше В римлян Он говорит Бог оставил Всех людей Ходить В похотях В путях Похоти Своей Как-то там По свободе Путей Своих Это вот и есть Этот образ Допотопного Человечства Бог как будто Вообще Не вмешивается То есть Вот полностью Отпустил Человека И понеслось Такое Что за голову Возьмешься Вот Потом образ Гестапо Господь После Ноя Вот по палке Особенно с Моисея Ну и до Моисея Уже Это где Господь Как бы вмешивается В промысел О человеке И уже Господь Нам Как бы Христос Когда приходит Являет себя Как сыном Божьим И открывает нам Бога Отца То есть Бог любовь Он конечно Вмешивается Он промышляет Она ведет нас Каждого На покаяние Что такое покаяние Изменение Уклонение от зла И прилепление к добру Но он открылся нам Как отец Что он не просто Как гестапо В Ветхом Завете Наказывает И все Они там В ад Сгорели И ушли Вот Нет Это отец Который промышляет И даже уже Апостол открывает Что Петр Что Те даже Которые даже До Ноя погибли По плоти Живы по Богу Духам Вот Нам конечно Бог открыт Как любовь Абсолютная И что этот Бог Отец Он промышляет Он каждого человека В какие-то Он же может Внешними обстоятельствами Влиять на внутреннюю Формировать Внутреннего человека За счет Внешних обстоятельств Это в Божьей силе Но Бог Человеческую свободу Не нарушает Ибо создал нас По своему Образу А потому У нас все Есть к его Уподоблению Все потребное К его Для того Чтобы уподобиться Богу В чем В любви К ближнему Ибо природа Божья Любовь Но любовь Свободна Ибо Любовь И палка Невозможная Это абсурд Это тогда Не любовь Потому что Любовь подразумевает Свободу Добровольность Вот И вот вы видите Как А мы во что превратили Вместо того Чтобы Бога славить Добрыми делами Любви Святить И прославлять Бога Как и во всем Писании Сам Господь Прославлял Отца Небесного Чем Добрыми делами Любви к человеку Ничего больше В Евангелии Вы никогда В жизни не найдете Вы не найдете Ни одного ритуала Который Бог сделал Во имя Бога Невидимого Нет Вы не найдете Это вам будут сказки Притягивать Рассказывать Что он там Соблюдал закон Если даже он и соблюдал Чтобы быть всем Для всех Для иудеев Это нам Он этого не заповедовал А Господь сказал Сотворите Я творил и учил И вы идите Творите И учите Тому Что я творил И учил Тут как бы Видите Как все Об одном Бог сам Творил и учил Это то Что мы можем Смотреть на его жизнь На него Мы видим Как он апостол Скал Естественно Творить Сначала Самим любить И уповать На Бога И хранить веру Вы помните Эту троицу Веру сохранил На Бога Уповал И ближнего любил Вот и вся Вся суть Евангелия Вся суть жизни Человеческой Все И этому учить Поэтому если даже Бог там что-то Исполнял Если Хотя где он говорит Что я пришел Не нарушить закон И исполнил Это только Полотяные И Я даже не знаю Вообще зачавшиеся Я уж не говорю Там о рожденных Свыше Притягивают к тому Что он там Весь закон исполнял Сами апостолы На соборе Говорят Что никто не мог Исполнить закон И бы это невозможно Понакрутили того Чего в теории Некоторых вещей Уже невозможно было Исполнить Как сейчас За счет развития Чего-то там Науки Техники Общих традиций Обрядов Там написано то Что сейчас уже Невозможно исполнить Вот Исполнился закон На мне Сам Христос Потом говорит О том Что все пророки И закон На мне исполнились О чем О мессианстве Потому что в законе Также говорилось О мессианстве Христа Поэтому книги закона Просто и пророков Отличаются У них есть названия Книги закона И книги пророков Да Но он не исполнял Ни закон А исполненное На мне Написанное в законе Сам Христос Потом поправляет Как бы Или мы его слова Как бы слышим Господь не исполнял Этот тупой закон Данный Просто Народу Который готов был При живом Боге Тельцу поклоняться Золотому И развратничать И блудить И ненавидеть ближнего Богу этот закон Вообще не нужен был Вот Это очень важно Понимать Вы это все Прекрасно знаете Вот И люди только Противящиеся истине Это отрицают Которое в сердце Каждого Которое в Евангелии И вот вам Живой пример апостол Что же Аков В целом В послании своем Ни слова не упоминают Никогда О законе Это те Кто его исполнял До буквы И почему-то Когда приходит Благодать Вместо закона Они ничего Об этом слова Не упоминают Вам не кажется Странным И причем Не важно Как они себя Потом вели Потому что Благодаря Посланию к Галатам Как мы видим Что даже Павел Конечно укорял И Петра И ему подобных И что совращали Даже ему близких В Арнаву Там В это все Законничество Ну да Жили они Еще долго Не могли Где-то отлипнуть Не понимали Что все Но мы видим Как Божьим промыслом Нам-то оставляются Послания Которые в чистоте Где никакому закону Нас не учат Что от этого Надо было отвалиться И именно Евреи Иудеи Не отвалившись От этого Закона О чем Павел Все время Страдал И оскорбел Они отпали От христианства И что Сейчас горст И там Найдешь этих Евреев Иудеев Уверовавших Посмотрите Есть канал На ютубе Там 100 человек Что это такое А где весь этот Еврейский народ Весь Израиль Который ждал Своего Мессии Нет его Почему Потому что Где закон Там нет духа Где плоть Там нет духа Что мы делаем Мы все время Славу нетленного Бога Которая в нас Мы славим Бог в нас Христос в тебе Дух его в тебе Ты прославлять Бога Можешь только Добрыми делами Любви И соответственно Словами И проповедью Его благой вести С другими Делиться этим счастьем Все А мы что делаем Мы готовы кланяться Перед хлебушком Перед камешками Перед деревяшечками Перед тряпочками Все что угодно Это не достойно Человека Это не достойно Бог этого Христос Не давал этого Ни первому человеку В раю Он не сказал Никакого культа Не создавал И допотопному человеку Ничего этого не говорил Полностью отдал свободу То что Каин с Авелем Они сами придумали Приносить эти жертвы Это конечно Чувство естественное Было вложенное Благодарности Богу Но они уже Его опять же Исказили Бог не сказал Что Бог им Ничего не заповедовал Приносить Бог как всегда По полной их свободе Вот они захотели Богу принести Эти жертвы Каин принес И что И взял Пошел брата убил Ты можешь Хотя приноситься Богу Все что угодно Если ты не любишь Ближнего Ты сатана А Бог У тебя ничего не надо Он не просил Ни Каина Ни Авеля Это делать Никого из людей Мы четко это видим Вот этот принцип Свободы Божьей Да И когда люди Бестолкуются Бог показывает Принцип палки Показывает Что опять ничего Показывает Что Бог то есть Отец А родители Всегда образ любви Символ любви Причем жизненный У многих Конечно Промыслом Божьим Не все испытывают Родительскую Любовь земную Разные бывают Случаи Вот Но это не говорит Что это истина Мы не по этому Падшему миру Истину познаем И Богу немощи Не приписываем Вот Потому что здесь Вот именно Мы свободны И зло все исходит Не от Бога А от человеков Все эти искажения Из них не надо По нашим страстям Бога лепить Деспотом каким-то Вот и все Об этих вещественных Началах мира Все плачут Начиная от Господа Который говорил Что все это Никому не нужно Сам этого не делал Почему не видим Это в Евангелии Нам же оставлена Жизнь учения Иисуса Христа И Господь сказал Я есть путь Истинной жизни Он этого не делал Я тоже этого не делаю Все И второе Вы знаете Рабство Человекам И их учений И Бог Бог никому не раболепствовал Апостолы Ни перед кем Не присмыкались Церковь Тело Христово Мы все члены Друг друга Мы все братья-сестры Друг друга Это важно понять Очень Вот это вот Рабство Это конечно Беда Что-то я хотел Сказать Немножко Немножко мысли бежало Ну в общем Вот так вот По свободе Свободе только в одном Мы это прекрасно видим Что Господь Нас пребывает Только в одном Наша Несвобода Вот уж Павел Сказал Должники Ну должники Сами знаете Ипотеку взял Все Вечный раб Вечный должник Вот Павел говорит Не оставайтесь Никем Никому Причем Там я специально пропустил Там есть контекст Он говорит потом Будьте покорны Помните я начал Запнулся читать Там он А власть Вот как раз говорит Да и по миру Все делайте Как Господь сказал Кесарю Кесарю Божий Божий Павел Там в контексте Все это говорит Кто умеет читать Евангелие Через послание Я там На христолюбе читаю Там именно об этом Где Господь говорил Кесарю Кесарю Павел практически В таком же контексте Там даже по такой же структуре Говорит Я пропустил этот момент И он говорит То есть там все отдавайте Что нужно Налоги платите Все это делайте Вот Но не оставайтесь никому Никем должным Но про культ Там молчит Там ни слова В этом абзаце Я говорю Ничего не вырвал А культи все Против были Всегда И вы поймите Что современные культы Точно так же Претендуют на истину Как иудейский культ Думали Но это же Бог сам дал Нынешний культ Христос не делал А там Моисей Бог ему говорил Он писал Все делали Евреи С собственными руками Гробик Богу сделали Соломон собственными И руками народа Склепик ему построил Туда этот гробик Потом аккуратненько поставили Понимаете Уж что А уж иудейский культ Действительно имеет Большую силу Там хотя бы Бог Моисею говорил Кто говорил Культ строить Вот всем Кто сейчас Налепили этих учений Никто Кто Господь давал Эти учения Не давал У нас есть учения Лука говорит Учения Иисуса Христа Все Иоанн Богослов Заканчивает книгу Евангелия Это я буду конечно Отдельный ролик писать Но сейчас скажу И говорит О всем Что сделал Иисус Христос Любви к человеку Все дела его не перечислить Ибо он Бог И Все его дела Человеку От начала творения Не переписать Книга жизни каждого человека У нас уже сколько миллиардов Об этом Богослов прекровенно говорит Он не говорит Что слов учения Христа Не записать во всех книжках Не собрать Нет Он говорит О делах любви Бога к человеку К них не переписать Да А учение нам открыто Оно в простом слове Бог есть любовь А поэтому Мы познали Любовь Божью в том Что он положил Душу свою за нас И мы уверовали в нее В него и в нее И мы должны поступать Так же как он поступал Вот вам вся формула Ян Богослов А перед этим Вообще 15 стих Хорошо прочитать Вот тогда будет вся полнота Евангелия Кто исповедует Иисуса Христа Сына Божьего Пришедшего в оплоте Тот пребывает в Боге И он в Бог И в том Дух Христов А кто нет Тот Дух Антихрист И мы познали Любовь Божию Которую имеет к нам Бог в том Что он положил за нас Душу свою И мы уверовали В нее Во получается Ну о чем мы то что сказали И в нее И мы должны поступать Так же как он Полагая души свои За братьев Все Вот вам вся суть Евангелия Весь закон свободы Это Иаков говорит Совершенный закон И закон свободы Он говорит Закон царский Царь у нас известный Кто Люби ближнего твоего Как самого себя Все И примеры Иаков Там в послании Приводят Как это любить Ты богатый Одет А рядом с тобой Брат Нищий Голодный И раздетый Накорми Напой Одень Какие Павел Красивый Всегда пишут Вы слышали Я в начале Почитал Как надо любить Друг друга С нежностью Предупреждать В почтении И не делаться Рабами Человеков Как это низко Вы знаете Почему нету Ни одного Оригинального Евангелия Или там Писания Написанных Да потому что Не дай бог Бог их Специально Уничтожил Специально Промыслом Своим Если сейчас Найдется Рукописное Евангелие Написанное Лукой Представляете Что это будет Это все Это борьба Такая между Культами Начнется Ооо Там крови Сколько прольется И голов Полетит И кто им Завладеет Это все Это такое Порабощение Душ Человеческих Все Это фетиш Это туда Такие Паломничества Поедут Понимаете Все Это Владение Этим Как это Называть Нереликвием Артефактом Это все Если уж там Не людей На крючках Держат На каких Нибудь Трупных Костях И люди То Фетишируют Хотя Это мерзость Вообще Уж Что Говорить Представляете Евангелие На эти Первонаписанное Ооо Ну это все Это все А уж Бух Тогда Убьет Последний Дух Все Что там Будет Написано Каждая Бухла Будет Святая И даже Если Другие Три Евангелия Противоречат Этому Все Вот тут Это Это оригинально Все остальные Не важно Что они Там На век Позже Но все Таки Может быть Там тоже Какие-то Все-таки Евангелие От Луки Писал Человек Мух Тоже Что Нет Все Это все И рабами Человеках И учения Вот это Присмыкание Лицемерие Да вы Братья и сестры Друг друга Нет в христианстве Никакого Несвященства Никогда Вы этого Не найдете Это все Выдумки Человеческие Все это Для рабства Порабощение Людей Сделано Новый Завет Абсолютно Об этом Не говорит Но это Отдельная Тема И рабство Человека Какое Какое Повыдирают Стихов Павел Сказал В церкви Вот Ну и там Дальше Я читал Мы бы это С вами Прочитали В церкви Бог поставил Одних Апостолами Учителями Да А что это Господь говорит Не называйте Никого Учителями Ну-ка Совместите Два стиха Получится Да Не получится Бог говорил Как раз Вот этим Вот Учителям Которые Берут Берут Власть И Как Назвать Господство Над душами Человеческими А Петр Что говорит Братья Не господствуйте Над стадом Пастыри Сапастыри Мои Не господствуйте Опекитесь Любовью И Павел Как говорит Если человек Забудет Для чего Если я Все Буду Иметь А любви Не имею Нет Не в том Никакой Пользы И рассказывает Как там Должен эти Учителя И пастыри Печься Своей пасты Это тот Кто умывает И пример У них Всегда должен быть Кто Не вот это Вот Присмыкание В храмах Там на коленях Падать Перед Авва Отче Да нет Господь Один раз Стоял на коленях Мы видим Перед учениками Когда умывал им Ноги Вот он Показал Любовь Но это было не присмыкание Не любезение А действительное дело любви Рабское дело любви Да Мы так же делаем Когда это нужда Когда это необходимо А не выдумываем Всякую фигню Что надо там В ножки кланяться Просто так Без всякого основания Потому что Его нарекли Каким-то великим именем Мы этого не видим Здесь нет никакого Братства Здесь нет никакой Любви Здесь нет никакой Семьи Нет никаких Любезных отношений Вот Так что Вот так вот Надо помнить Образ Господа Который действительно Своим умывал Ноги Да Вот он на коленях Наверняка стоял Мы кстати Это конечно не видим Это я так сказал Нет Нет такого Ну наверное это было Как-то Как еще можно умыть ноги На коленях На корточке Я думаю что он На колени встал А ученики Как-то там возлежали Как-то еще На один уровень Сделаешь Естественно В этой умывальнице Как-то умыло ноги Вот перед кем Вот как надо В делах любви Иметь в виду Вот должником Вот рабом Рабом любви Какого культа Надо стать рабом Невещественных Начал мира Перед книжечками Кланяться Ну и что Что это Евангелие Вы его в золотую Оберточку Ну и что Да это книжка Перед человеком Стать Книжечки готовы Кланяться всем А как попросить Прощения Так все Тут Тут Ты что Внутри все Перекорежится Вы сами И только Таким образом Рабом Перекорежда Я вам, кто ролик уж смотрел, кровь без плоти, я люблю-люблю. Где твоя любовь на делах-то, покажи ее через плоть твою. Или я вот верю-верю, и ладно. И что, ты труп, ты труп, ничего никому не делающий. Ты как кирпич, вот лежишь на дороге, люди ходят мимо него, и что? Кому он нужен-то? Деревяшка, ты мертвец, ты палочка, как Господь говорит, веточка лежишь. Ты не привитая к маслине, от тебя никакого плода нет, никто от тебя мимо не пройдет, не скушает, не насытится. Что толку тут мы ходим? Мы только срываем плоды, если мы видим, о, абрикосик растет, пойду-ка возьму. Плоть без крови невозможна, это человек, поэтому в нас вера действует любовью. Веру мы, как Петр говорит, однажды равную драгоценную для всех мы приняли, да. Это семечки, оно в нас раскрылось, пошло в корень и пошло в рост наверх, в росток. Да, и дальше растет, уповая на Бога, творим дела любви. Вот наша вера, вера превращается в упование на Бога действия. И так по кругу, вера, надежда, любовь, вера, надежда, так мы и живем. По-другому нет пути. Так что, вот она, свобода-то. Ну и завтра мы поговорим о грехе, а по сути поговорим об одном и том же. Просто возьмем, конечно же, другие стихи и поймем, что грех есть только один. Грех против ближнего. Даже не упование на Бога, это не грех. Оно тебе, Богу тебе ничего не надо. Тебе нужно уповать на Бога, потому что Бог твой родитель, он все дает. Ты как, что будешь отдавать? Во-первых, ты тогда у кого берешь-то? Ты берешь у Бога и раздаешь. Тем, что ты на него помаешь и не боишься, что завтра ты без Бога останешься. Без всего потребованного для жизни, радости, веселья и благочестия своей, святости в любви. Вот и все. Но мы все-таки рассмотрим отдельный вопрос. Назову его грех. Что такое грех, да. И завтра в следующем ролике мы это с вами точно так же посмотрим. Окажется, что все то же самое. Все крутит в круг одного простой вещи. Я вам уже говорил. Вся суть бытия, вся суть мироздания, его простота. Это в том, чтобы понять, кто такой Бог, кто такой человек и смысл всего этого вообще. Всех вещей, суть всех вещей. А суть всех вещей проста. Иисус Христос – это Бог, любовь. Я человек, его образ Бога. Ну а при воплощении Христа я понял, что я и есть образ Христа живой. То есть я действительно настоящий образ. Ибо Бог такой же, как я, только это я такой же, как Бог. Это великого благочестия тайна. И надо перед ней просто смиренно склонить голову и не ковыряться в этом. Все. И уподобиться его могу одном, естественно, в любви. То, что он есть только любовь. Все. Он не постится, не молится, не ходит в собрания, не читает книжки. Даже богословские, даже Слово Божье. Все. Он ни платочки не носит, ни бороду не отращивает. Бог есть любовь. Он питает, греет и лелеет нас. И все подает потребное для жизни, радости. И уподобление ему в святости. Все. Формула очень простая. Вот вся суть жизни. Все. Ничего больше нет. Я надеюсь, братья и сестры, вы меня услышали, родились свыше и познали истину. Истина сделала вас свободными. Свободными в чем? Ибо делающий грех, это мы завтра рассмотрим, раб есть греха. Потому что грех один против любви. Ну все. Давайте поблагодарим Господа и на этом будем прощаться. Господь мой Бог наш, любеобильный, любименький родитель наш Иисус Христос. Слава тебе. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спасибо тебе за все. За всю любовь твою. За все, что есть у нас. За все, что каждый день нам подаешь. Потребный для жизни. Радости, веселья и благочестия. Уподобление тебе в святости. Ибо мы образ твой. И все у нас от тебя дано. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спасибо тебе за все. За откровение твое, явленное тобою воплоти. И через апостолов твоих, переданное даже до нас. И мы из любви к ближнему тоже им делимся. Делимся этим счастьем, этим благовестием. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спасибо за все. Спасибо тебе за всех братьев и сестер. Всех слушающих этот ролик. Благослови, пожалуйста, Господи. И все твои благословения на всех людях. Но особенно на всех алчущих и жаждущих Тебя. Истины Твоей, любви Твоей. Искренних, чистых и горячих, любящих друг друга в сердцах. Ближнего своего. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Господь Иисус Христос, любовь всегда посреди нас. Здесь и сейчас. Бог живой. Бог жив посреди нас. И вчера, и сегодня, и завтра будет. До скончания века. Бог не изменяем. И всегда верен в Слове Своем. И в воле Своей, которая одна. Чтобы все мы, люди, были счастливы. Кому понравился ролик, ставим лайк. Кому не понравился, все равно ставим лайк. Делимся этим видео, с кем считаете нужным. Все мои адреса каналов наверху. Все мои контакты для связи внизу. Все полезные ссылочки я всегда добавляю справа. Всех нежно по образу, вы слышали, да, по наставлениям Петра. Нежно целую, крепко-крепко обнимаю. И прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok